6 класс 34 серия импликация операция над высказываниями когда два высказывания соединяются словами если то есть высказывание а есть высказывание были и эти высказывания соединяются словами если а то б давайте рассмотрим в каком случае импликация будет истина и в каком ложна если а истина б истина импликация истина если а истина б ложна то импликация ложна причем в импликации очень важно какое именно высказывание идет на первом месте после слова если а какое после слова то значит то которое идет после если называется условием а после то заключением так вот импликация ложна только в том случае если условия истина а заключение ложна во всех остальных случаях импликация будет истина давайте рассмотрим пример ложной импликации истинное высказывание если 4 четное число вот 4 четное число это истинное высказывание то и 5 четное число 5 четное число это ложное высказывание и в целом получилось ложное так ну а теперь давайте рассмотрим пример когда условия ложна например условия ложны заключение ложна а импликация истина если два нечетное число то и четыре нечетное число и в целом импликация истина так задача если мама поедет в командировку то куда поедет в лагерь обратите внимание импликация если то следующее высказывание мама поедет в командировку или в дом отдыха или это дизюнкция теперь опять импликация если мама поедет в дом отдыха то лена поедет к бабушке но лена не поедет к бабушке следовательно коля поедет в лагерь вернули рассуждения и так надо выяснить поедет коля не поедет верны ли эти рассуждения и так давайте начнем с того что лена не поедет к бабушке значит если лена не поедет к бабушке лена не поедет к бабушке то мама не поедет в дом отдыха мама поедет в командировку а куда поедет в лагерь значит да все верно рассуждение верное вторая задача найдите цифры вот этого шестизначного числа если известно что это число делится на 4500 первая цифра известна затем известно 3 4 нужно восстановить еще три цифры и так если число делится на 4500 значит она будет делиться и на 5 и на 9 вот это 45 произведения и на 110 на 10 значит две последние цифры нули так после того как мы отбросим два нуля число должно делиться на 5 да действительно третья цифра с конца 5 на 5 будет делиться теперь надо вспомнить признак делимости на 9 и определить сумму цифр числа сумма цифр числа должна делиться на 9 если мы с вами вместо пропущенной цифры запишем цифру 8 сумма цифр числа будет 18 18 делится на 9 и так цифры восстановлены это число триста восемьдесят две тысячи пятьсот третья задача первая бригада может выполнить задание за 15 дней а вторая за 30 дней за сколько дней бригады выполнят задание работая вместе и так первая бригада за один день делает одну пятнадцатую часть всей работы ну потому что всю работу за 15 дней значит за один день одну пятнадцатую тридцатую часть потому что всю работу она может выполнить за 30 работая вместе какой же часть всей работы они сделают работая вместе за один день надо сложить вот эти дроби приводим к общему знаменателю общий знаменатель 30 складываем получаем тридцать это знаменатель это знаменатель числитель 3 3 тридцатые сокращаем на 3 1 10 значит за один день будет сделана одна десятая часть ну а вся работа будет сделана за десять дней и так за десять дней бригады работая вместе выполнят все задания